Николай спрашивает, как избавиться от любовной зависимости? Сначала вроде бы забыл об объекте обожания, но сейчас возвращаюсь. Почему так происходит? Надо правильно определиться с тем, что Николай понимает под любовной зависимостью. Если просто правильно читать, что сначала забыл об объекте обожания, а сейчас возвращаюсь. То есть такая любовная зависимость виртуальная. То есть объекта как бы нету. Ну, я так, если правильно читаю, да? И на самом деле Николай думает о том, что он любит какую-то девушку. При этом он с ней ничего не делает. И он думает, что он в зависимости. Николай, вы не в зависимости. У вас галлюцинос. Вам кажется, что вы знаете человека, которого вы любите. Но вы вообще даже не рядом. Если вы не рядом, то это галлюцинос. Вы себе придумали, что с этой женщиной, потому что у нее полумесяцем бровь, потому что она поворачивает вот так голову, потому что она вот так смеется, потому что у нее такая вот нога, такой изгиб. И вот это вот, как Достоевский писал, у каждой женщины должен быть изгиб. Братья Карамасов. И вы думаете, что поскольку это все вызывало у вас комплекс таких эмоциональных реакций, значит, она... И дальше начинаете придумывать. Значит, если вы не можете с человеком построить отношения, если... Понимаете, мы далеко не всем можем быть любы. Вот. Если серьезно, то... Значит, и у вас вы любите, а ничего там не клеится, то, ну, судя по всему, вы просто, ну, по какому-то количеству параметров, включая, понимаете, просто запах или еще что-то, вы не подходите. И думать, что вы... Это вообще ваше, если вы не подходите, понимаете, на уровне генома. Ну, слушай, ну, как бы, это надо войти в разум, понимаете? Ну, не обязаны. И когда вы понимаете, что это не ваше, то вот этот галлюцинос о том, что это ваше, что вы с этим будете счастливы, что за этим изгибом творится то, что вам, в общем, нужно, вы очень быстро от этого сможете спокойно избавиться. Вот. Хотя, конечно, любое приведение в себя чувства, да, в разум, в взрывом мыслие – это работа, которая, опять же, делается шаг за шагом, понимаете? Потому что до тех пор, пока вот нету этой последовательности... Почему вот наш курс хороший? Потому что это же и домашнее задание, это обратная связь с помощью кураторов, это, как бы, пересматривание собственной жизни. Вы видите истории людей, которые смогли измениться, и как это происходило, да? То есть, вот, я читаю дополнительно на курсе лекции про любые эмоциональные состояния, ключевые, которые нас определяют. Ну, вот, то есть, это целый набор действий, которые позволяют вам приходить в ощущение реальной, хорошей, счастливой жизни.